На данный момент уже установлен Маурлад, посмотрите, эти стойки, здесь их будет три штуки, пока их здесь две, не скажу тогда, раз ты не заметил, я тебе не стою. Я думал, ты заметил, а ты не заметил, ты невнимательный. При обслуживании этих технических моментов будет неудобно. В общем, мы находимся на этом объекте, здесь сейчас уже, в принципе, как вы видите, после того, как все наши конструкции монолитные были залиты, мы, значит, подняли до нужной отметки вентоканалы и дымоходы, более того, мы их даже заштукатурили, это мы сделали для того, чтобы при изготовлении крыши уже не ходить по ковле, не пачкать ее, не ломать, не царапать и так далее. И сейчас, на данный момент, в принципе, мы приступаем потихонечку, пока погода нам не мешает, потихонечку приступаем к изготовлению непосредственно самой крыши. Это, кстати, основная крыша над домом, потому что еще есть крыша над бассейном, но это мы будем делать потом, когда уже будет отделан, отделан. Что у нас, Паш, будет отделан? Фасад, Паша, фасад. Когда мы ту часть фасада отделаем, мы тогда начнем делать крышу. А для чего это нужно, Паша? Для того, чтобы когда будет, чтобы, то есть, если сначала сделать крышу, а потом делать фасад, придется ходить по черепице. Соответственно, запачкаем, где-то промнем ее, где-то там поцарапаем и так далее. А так мы сделаем фасады, потом сделаем примыкание крыши к фасаду. Вот так, чтобы ты знал. Логично, логично. Ну, иногда бывает у нас логичность в наших действиях. Вот. А сейчас, на данный момент, то есть, основной материал, то есть, не основной материал, основной брус, который нам нужен для стоек, для накосных стропил. Мы подняли наверх, вот. У нас весь пиломатериал обработан огнебиозащитой, но, в принципе, и по цвету это видно. И у нас вот там вот, он у нас внизу лежит, весь обработанный, подготовленный. Поднимать мы его сюда уже будем, скорее всего, подъемным краном, для того, чтобы, ну, для того, чтобы просто ребятам не терять на это очень много времени и проще было работать. Чтобы они занимались нормальной, созидательной работой. Сейчас у нас, на данный момент, уже установлен маурлад. Посмотрите, вот здесь, здесь вообще хорошо видно. Вот у нас смонтирован маурлад. Под маурлад мы обязательно проложили гидроизол, для того, чтобы отделить деревянную часть от бетона. Вот, маурлад у нас посажен на шпильки, которые, как вы помните, мы монтировали. А вы помните или не помните? Те, кто смотрел, точно помнят. То есть, мы шпильки монтировали тогда, когда заливали монолитный пояс. Шпильки у нас идут 16, диаметром 16 миллиметров. И маурлад у нас жестко держится сейчас непосредственно за монолитный пояс при помощи вот этих шпилек. Конечно, потом маурлад сверху прижмется еще кровлей, крышей. Но, тем не менее, укрепить маурлад точно, абсолютно точно нужно к конструкции какой-то, чтобы эта конструкция жестко держалась. Маурлад у нас смонтирован еще не везде. Осталось еще пару участков сделать. Ну, ребята, решили приступить к монтажу вот этих стоек. То есть, эти стойки, здесь их будет три штуки. Пока их здесь две. То есть, сделали две для чего? Для того, чтобы выставить их правильно по размерам. Третья стойка уже просто натягивается ниточка. Она, кстати, уже даже натянута. И выставляется третья стоечка. На этих стойках будет смонтирован основной конек, основной прогон нашей кровли. И отсюда уже от вот этих, от этой конструкции будут расходиться накосные стропилки к углу дома, к другому углу дома, к третьему, к кукушкам, ко всякого рода, в общем, конструкциям. То есть, основная конструкция здесь. Начинаем отсюда, выставляем ее строго посередине нашего дома, то есть, самой узкой части. И от нее уже будет расходиться все дальше по своим местам. И будет опираться, конечно, на Маурвай. И это все прекрасно. Зараза, я знал, что ты заметишь. Скажи, а чего нельзя было просто взять целый, купить и поставить? Зачем скручивать два? Значит, ты не заметил. Смотри, Паша, во-первых, просто брус 100 на 200, его гораздо легче поднимать сюда наверх. Потому что этот материал мы поднимали сюда руками. Если бы мы подняли весь пиломатериал сюда краном, у нас бы здесь просто все было бы завалено досками. Нам просто негде было бы ходить и нормально работать. Поэтому этот просто проще поднимать. А на самом деле разницы нет. Самое главное, что мы достигли таким образом проектного сечения нашей стойки. А с двух досок сделано или с трех досок разницы нет. Потому что все равно прогон опирается сверху на вот эту конструкцию. И, ну, то есть, ломаться, двигаться этому некуда. А что я не заметил? Не, не скажу тогда, Паша. Раз ты не заметил, я тебе не скажу. Я думал, ты заметил, а ты не заметил, ты невнимательный. Ладно, пропустим этот момент. Но мы этот момент исправим. Самое главное, что я этот момент заметил. Я ребятам рабочим сделал на это, акцентировал внимание. А они сделали это так только потому, что у них просто-напросто сейчас на данный момент до нашего приезда не было другого материала. Вот. Поэтому они это все исправят и сделают красиво так, как это нужно по фэн-шую. Вот. Хотел сказать по технологиям, но пускай будет по фэн-шую. Поднимай ножки, пожалуйста. Ты ходишь и задеваешь наши нитки, которые ребята мучились, выставляли. Поэтому поднимай ноги немножко повыше. И вообще смотри под ноги, когда ходишь. Я пытаюсь найти, что это утаило. Да, кстати, еще знаешь, вот, конечно же, есть определенная сложность изготовления этой крыши. Почему? Потому что у нас здесь пропасть. Вот. И над этой пропастью как-то нужно ходить, как-то нужно передвигаться. Но у нас осталось много, в принципе, бруса от нашей опалубки, которую мы использовали для изготовления цокольного этажа. Соответственно, ребята себе здесь делают такие вот леса строительные, по которым они будут нормально, спокойненько передвигаться. И нормально работать, чтобы не было какой-то там вероятности упасть куда-то, не дай бог. Потому что и материал тяжелый, ну и высота, как вы видите, 3,5 метра, ну не 3,3,20. Все равно это довольно высоко. Так, и так же попутно, то есть здесь есть ограничения по работе в выходные дни, естественно, есть ограничения по работе иногда из-за погоды. Я понимаю, не по работе, а шуметь нельзя. Ну, шуметь нельзя, конечно, ограничения по работе, да. То есть в плане того, что в выходные дни и праздничные шуметь нельзя. Поэтому мы, в принципе, с майскими праздниками довольно много времени потеряли, но мы в это время тоже не стояли. Как раз за майские праздники ребята полностью обработали нам огнебиозащитой весь пиломатериал, который нам необходим для кровли. Все подготовили, вот, и сейчас уже спокойненько могут работать. Но учитывая, что сегодня суббота, тоже шумных работ мы не производим. И для того, чтобы не стоять, не терять время зря, начали возводить перегородки. Межкомнатные. Межкомнатные перегородки у нас возводятся из газобетонного блока. Он у нас, газобетонные перегородки у нас будут толщиной 150 миллиметров. Это было по проекту. Ну, это хорошая, то есть устойчивость лучше, соответственно, шумоизоляция лучше. Ну, то есть, в принципе, мне больше нравятся однозначно 150-е перегородки, чем 100-е перегородки. Это абсолютно точно. Потом в дальнейшем работать удобнее и тем, кто занимается инженеркой, то есть и электриком, и сантехником. Потому что есть место, где штробиться, ничего не падает, не отваливается, не откалывается. Вот. На первом этаже там темно, конечно, как в темную ночь. Ты зашел, испугался? Я зашел, я понимаю, что-то здесь не то. Я не понимаю, что я смотрю, офигеть, какие комнаты появились. Да, на первом этаже мы уже перегородки подняли все полностью до самого потолка. У нас там были небольшие изменения по проекту. Заказчик внес там небольшие смещения дверей, то есть дверных проемов. А так все остальное в целом остается одинаково. А ты не заметил, что мы здесь, у нас здесь уже нет леса этих, опалубки? Мы здесь опалубку сняли и можем нормально передвигаться по этажу, а не ходить. Не крыша, это ничего. Там же крыши еще нет, Паш. Это не крыша, это у нас же здесь люк у нас будет, по которому можно будет подниматься наверх, в чердачное пространство и, соответственно, обслуживать. Потому что наверняка там будет какое-то вентиляционное оборудование стоять. Вот о чем речь идет. Хотя, в принципе, может быть логичнее было бы вход сделать отсюда, потому что здесь получится вот такой вот фронтон, да, учитывая, что здесь все-таки потолок поднимается. А не, у нас здесь крыша же низкая, Паш. О чем я говорю? Здесь же крыша поднимается всего лишь 87 сантиметров. Сантиметров. 87 сантиметров. Короче, в любом случае отсюда можно было бы сделать вход, но учитывая все-таки, что это спальня, конечно же, нелогично из спальни делать вход в какие-то технические помещения, потому что придется потом, ну, при обслуживании этих технических моментов, будут неудобства. А кому не нужны неудобства? Люди строят дом, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, а не создать себе дополнительные неудобства. Поэтому, когда вы собираетесь строить дом и не определились еще с проектом, приходите к нам. У нас есть свои архитекторы, которые вам порекомендуют, посоветуют, разместят комнаты правильно. Скажут, подскажут, сколько комнат, сколько каких помещений, где нужно сделать, чтобы вам реально было удобно пользоваться в дальнейшем тем домом, который вы себе построите. Который мы вам построим. И не забываем ставить лайки. Глазами оператора. Ну что, ребят, смотрите, обещанное исполнено. Говорили уберутся, вот и убрались. Сложили все в центре, оттуда мусор весь убрали. Там чистота, там чистота. В общем, ребят, я думаю, заслуживаем пальцы вверх. Вот, мы находимся на первом этаже. Здесь у нас перегородки уже все полностью подняты до самого верха, до потолка. Перегородки у нас здесь толщиной тоже 150 миллиметров. С армировкой через каждый второй блок. В принципе, по торцам блока видны места, где у нас проходит арматура. Видишь, Паш? Я не успеваю пальцем за тобой. Вот здесь у нас арматура, вот здесь у нас арматура, вот здесь арматура. То есть, армировка сделана. Каждый второй ряд заармирован. И обязательно привязывались, по-моему, даже на каждом ряду мы привязывались к несущим стенам. И такой вот еще, в принципе, немаловажный момент. Перегородки мы никогда не доводим до самого потолка. Не важно, какое у вас перекрытие. Не надо думать, что если это монолит, то монолит, все, по нему ходишь. Нет никаких вибраций, нет никаких просадок. Вы когда нагрузите там мебелью, хоть один миллиметр, но она просядет. И потом просто-напросто потрескается у вас отделка. Поэтому, поэтому перегородки, что? Пеной. Естественно. Поэтому перегородки не доводим примерно полтора-два сантиметра до потолка. Оставшуюся часть мы просто запениваем, и все. И пена послужит и компенсатором от всяких разных вибраций, и, соответственно, шумоизоляцией от одного помещения в другое. Ром, в общем, это такое дело. Планировал купаться уже, но тут наш бассейн просто взяли и завалили. Да. На самом деле нам завезли утеплитель для всего фасада. И для фасада... Здесь утеплитель находится для фасада дома. В гараже уже для фасада гаража. Утеплитель разный. Кстати, фасад будет утепляться толщиной 100 миллиметров. Дом будет утепляться толщиной 150 миллиметров. Вот. Поэтому весь утеплитель мы закидали сюда. Это самое такое большое неиспользуемое помещение. Поэтому решили здесь его складировать, чтобы он не стоял под открытым небом и не намокал. Хотя, в принципе, немножко решение... Ну, решение наше мы сделали так, чтобы все были спокойны. И заказчик, и я, чтобы был, спал спокойно, чтобы утеплитель не подождем. Хотя, в принципе, он себя в воду не впитывает. И на солнце, на ветру довольно быстро, если что-то вовнутрь попало, довольно быстро, в принципе, высыхает. Это же паропроницаемый материал. Не забываем об этом. Кстати, у нас тут вот обнаружилась одна ошибка в купеле. Если ты обратишь внимание, видишь, там внизу закладная... Мы ее все видим, да. Она стоит наискосочек. Вот. Она не должна стоять наискосочек. Это не проектное положение. Проектное положение она должна стоять ровно. Видно, когда заливали бетон, просто было... Плюхнула туда куча бетона. И ее просто сместила в сторону. Надо было... Ну, просто постепенно она была заливать. И, скорее всего, поэтому ее извинул. Ну, ничего делать. Ничего делать. Мы прорежем просто-напросто в нужном месте. Так просто прорежем вообще? А варианты какие у нас есть? У нас вариантов нет. Ну, типа, придется прорезать. А это проверено. Ну, мы же мастера, мы же строители. Ну, браво, видишь, то есть мы тоже живые люди. Тоже надо ошибаемся. И, опять же, скорее всего, там не очень хорошо закрепили закладную, поэтому... Мы ее просто-напросто прорежем в нужном месте. Ту часть, куда она перешла, мы просто-напросто за что-которим забетонируем. И те, кто будет устанавливать оборудование в бассейн, соответственно, и в купель, соответственно, смогут сделать свою работу нормально, правильно и в том месте, где это нужно. Окна должны привезти, кстати, на гараж уже через пару дней. Сегодня какое число? Сегодня 14. Через 4 дня должны привезти окна на гараж. Через 5 дней. Не после того, как привезут от сегодняшнего дня. То есть на следующий день, после того, как их привезут, окна на гараж смонтируют. И мы, в принципе, приступим к отделке фасада гаража. Начинаем с гаража. Вот здесь будет изготавливаться крыша. На гараже будет отделываться фасад. Для фасада у нас, в принципе, есть. Клей есть, утеплитель есть, клинкер должны скоро подвезти. Вот мы когда вот эти досочки отсюда уберем все, наверх поднимем, мы тогда сюда завезем клинкер. И вообще мы будем снабжены материалом, в принципе, очень даже неплохо. Редактор субтитров А.Семкин